Всем привет! Сегодня будет очень необычное видео на моем канале. Я за 150 лет не делала таких видео, может даже никогда не снимала, но это вроде тег или челлендж, я не знаю, если честно. Но сегодня буду показывать, что в моем телефоне, и я надеюсь, что вам понравится это видео и вам будет интересно. Итак, я даже скачала специальную программу на настоящем видеоблоге, чтобы показывать вам все было удобнее. И в идеале, если все получится, вот здесь будет мой телефончик. Сейчас я включу запись, и вы его увидите. Так вот, сегодня мы посмотрим, что находится в моем телефоне. И да, давайте начнем. На главной экране, в принципе, у меня здесь самое важное приложение для меня, то есть приложение, в которое я сейчас захожу чаще всего. И это, давайте начнем справа налево. Это, в первую очередь, Инстаграм. Так выглядит Инстаграм мой. После чего у меня здесь Word. Я очень часто пользуюсь Word, потому что в поле иногда приходится какие-то документы создавать, что-то делать. И, в принципе, Word на телефоне мне очень даже нравится, и потому что это удобно. Потому что он удобный и не мешает, занимает много места. Третье место занимает Аватан. В принципе, я почти перестала им пользоваться, но он все равно у меня здесь пока что. Это фоторедактор. Раз я обещала вам показать, как я обрабатываю фотографии, сегодня я покажу, как пользоваться Аватаном. Берем какую-нибудь фотографию. И, в принципе, здесь ничего сложного нет. Здесь, внизу, под этой звездочкой, будут всякие эффекты. Я почему-то давно-давно не заходила, и здесь половину убрали, половину сделали платную. Поэтому, не знаю, я очень потеряла интерес к этому приложению, но вот здесь вот эффекты. Также здесь можно устранить прыщи, еще что-нибудь сделать. То есть различные функции. В принципе, не сложно с ними разобраться. И также стандартные настройки, контрасты, полно-свещенные, все, что вы можете сделать. Сохранять фотографии тоже очень просто. Ужаем сохранить. Смотрим рекламу, и после этого просто нажимаем в галерею. Все, фото сохранено. Идем дальше. Следующим приложением у меня является студия от YouTube. Это очень удобное приложение для видеоблогеров, которые отслеживают просмотры, статистику. Вот здесь я буду отложенное видео, я не буду обоих спойлерить. Также здесь показываются все комментарии. Чаще всего YouTube показывает комментарии не полностью. То есть часто ты заходишь, у тебя 20 фотографий... Фотографии? Почему фотографии? Часто ты заходишь на YouTube и видишь под видео 20 комментариев, но на самом деле их больше или меньше. И эту проблему можно легко устранить с помощью этого приложения. Дальше идет Night Training Plus. Это очень классное приложение, особенно если у вас... Ножи! Почему раньше? Думала забрать окно. Очень удобное приложение для тех, кто не может выйти из дома, не может заставить себя заниматься спортом в зале или ходить куда-то. Здесь вы сможете найти много-много тренировочек. Я не буду вам все показывать. То есть вы составляете свою программу и занимаетесь по ней. Мне кажется, очень удобно. И тут все расписано, все упражнения показаны, которые будут в тренировке. Мне очень нравится, я занимаюсь по этому и вам тоже советую. Следующее приложение Kate Mobile. Это для тех, у кого айфоны, могу рассказать, что это приложение как ВКонтакте, только здесь можно сидеть через невидимку. То есть вот онлайн и вы выбираете. Вы можете выбрать по возможности быть офлайн. И то есть я была в сети 12.56, но я также продолжаю сидеть ВКонтакте. Вот такое вот хит для приложения. Поэтому, если вы теряете меня где-то, то, скорее всего, просто сижу через невидимку. Дальше приложение VSCO. Я раньше не любила это приложение, потому что оно мне не нравилось. Но теперь, мне кажется, тут очень удобно обрабатывать всякие фотографии. Опять же, давайте попробуем что-нибудь сделать. Выбираем фотографию. Дальше мы выбираем ее, нажимаем на штучку рода с крестиком и выбираем любой эффект. Чтобы сохранить, нажимаем опять на нолик справа внизу, выбираем фотографию и сохранить галерею. Все. В принципе, тоже все просто. Идем дальше. Дальше. В ATB24. Там я не буду показывать, ничего интересного нет. Просто приложение банковское, можно сказать. Давайте зайдем в меню. Посмотрим, что у меня здесь есть. Kate Mobile, Trini Plus я все показала. А с кафем ничего не нужно говорить по поводу этого приложения. Дальше. В SCO, PixArt. Это тоже удобное приложение для обработки фотографии. Мне оно тоже очень нравится. С помощью него можно делать очень интересные мемы. Сейчас я вам покажу, как, скорее всего. Так. Мы выбираем редактировать. Открываем какую-нибудь любую фотографию. И вот выбираем Tools внизу слева. И выбираем субботное обрезко. Я просто покажу, как можно делать это. Выбираем какую-нибудь теплую, допустим, вот эту вот. И вот вы можете сохранить это, как клепарт, нажав на звездочку. И после чего вы листаете. Вот видите, тут звездочка в середине. Клепарт. И у вас сохранится. То есть, вы смотрите, у меня очень много тут голов. Можно, например, выбрать кого-нибудь. Допустим, выбираем мою голову. И в каком-нибудь мем мы ее вставляем. После чего это все сохраняется дело. И получается очень здорово. В принципе, я использую это приложение только, чтобы так делать. Поэтому вы можете спортировать его, как обрабатывать фотографии. Но мне кажется, для этого есть другие программы более легкие. Что у меня здесь еще есть? Мой МТС. Это, мне кажется, предложение должно быть у всех в последнее время. Потому что мы живем с телефонами. И здесь просто показывается, сколько у меня осталось на тарифе смс-ок, звонков, интернета. Далее Вайбер. Я думаю, тут послежных слов. Ватан, я уже показывала. Ворд. Какая-то птичка. Дальше непонятное предложение. Переводчик. Так как я сейчас хожу к репетитору, у меня очень нужен переводчик. Потому что часто я не знаю какое-то слово. Я обвожу его и сразу вижу перевод. Дагис. Без Дагис я тоже в последнее время не могу выжить. Потому что я постоянно куда-то езжу, постоянно куда-то хожу. И тут очень удобно можно сделать какое-нибудь местоположение. То есть, допустим, как доехать мне отсюда, только лажа. Я включаю геолокацию. И он мне сразу показывает, какие маршрутки, где садиться, сколько ехать. И можно даже посмотреть маршруты. Таким вот образом. Дальше предложение Boomerang. Это просто приложение, в котором можно сделать какое-нибудь видео. То есть, например... Опа-оп-оп-оп. И оно будет бесконечное. Вы это видите вот тут на телефончике. В идеале, как это все смотрится. Поэтому мне кажется, очень забавное и классное видео можно с помощью этого сделать. Чтобы разнообразить свой инстаграм. Дальше предложение гитарный тюнер. Мне кажется, тут различных слов. Все, кто играет на гитаре, знают. Это просто настраиватель струны. Дальше с апплейсеров. Мне нужно знать, какая-то игра на телефоне. Потому что часто бывает так, что я где-то сижу. И мне просто нечем заняться. И поэтому я играю в Куптигру. Но так я выбрать телефон не играю. Дальше предложение Combat. Это просто предложение... В плюсе появляется 1, 2, 3, 4 и так далее. Это предложение не помогает работать на ледовой арене. Потому что моя задача там, это пересчитывать количество людей на каждом заезде. Дальше предложение Shazam. Мне кажется, все его знают. И показать его нет смысла. Если вы слышите какую-то классную песню, вы просто ее... Я не знаю, как это по-русски сказать. Шазануть песню можно. То есть вы слышите какую-то классную песню, но вам нравится, вы ее записываете. И если эта песня есть в базе Shazam, то он ее находит и показывает название исполнителя. Ее можно сразу же скачать. Поэтому мне кажется, это очень удобно. Facebook. Я просто там, как инопланетяне, вчера решила скачать. Не знаю зачем, просто там что-то было написано. Я зашла и такая, а почему не зарегистрироваться? Но мне кажется, я никогда не буду им пользоваться, потому что я не очень люблю разбираться в новых приложениях. Мне не очень это нравится. Единственное, что я написала, это объясните мне, как это работает. Если вы из-за Facebook, то мне очень просто найти ник, такой же, как на YouTube. И фотография также, поэтому... Буду очень рада, если вы мне объясните, как это работает. Вот. В принципе, это было все. Я не люблю смотреть такие видео, мне кажется, они бессмысленные. Но вы попросили, я сняла, и я надеюсь, что вам понравилось это видео. Мы с вами еще скоро увидимся. Всем пока. А, да, я сто процентов знаю, что вы это спросите. Телефон у меня Asus Zenfone 2 Laser. Вот. Теперь точно все знаете. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...